Всем привет! Меня зовут Юлия. Приветствую вас на моем канале. И сегодня хочу показать вам, наконец-то, мою прибывшую мандалу из магазина Стечинка. Ожидание было долгим, целых 7 месяцев. Заказ был сделан 22 декабря 2017 года, а приехал он ко мне только 26 июля 2018 года. Но в связи с отъездом получить свою посылочку я смогла только в середине августа. Вот по возвращению был такой приятный сюрприз. Упакована мандала, вот была в пакетик, и две замечательные коробочки. Я их еще не вскрывала, и для меня будет таким же сюрпризом, как и для вас, что же лежит внутри. Сама посылка была запакована во много слоев пупырчатой пленочки, поэтому коробочки не помялись. Очень, конечно, мне понравились вот эти сургучные блестящие печати, ленточки. Упаковочка красивая. В пакетике у меня лежала визиточка. Лежал досыл материалов, которым не оставался должен магазин Стечинка. Это бисер 02011, схемка Нора Корбит Гиджи, ведьмочка, и схемка русалки. Артикул МД92. Русалка Южных Морей, красивая очень. Я ее буду вышивать к паре, к русалочке Жемчужной. Мне кажется, будет здорово смотреться. Ну что ж, на сегодняшний момент мне остались должны только наборчик Милхилл за 8 долларов. Я надеюсь, что мне его пришлют. И также лежала ткань для моей мандалы, кашель 28-го каунта, антиквайт. Мандала у меня называется спрекинг пекок. Это павлины, я вам картиночку сейчас вставлю. По ключу я посмотрела, тканюшка подходит как 28-го каунта, так и 32-го. Сама дизайнер рекомендует все-таки каунт 28-й, ну либо Аиду 14-го. Я уже не вчитывалась, по каким причинам она это рекомендует. Но раз дизайнер написала, будем делать, как она велит. Хотя я не очень люблю 28-й каунт, и тем более кашель. Я все-таки больше люблю равномерочку. И приступаем к распаковке. Конечно, коробочки великолепны. Я думаю, именно в них у меня и будет храниться мандала. Будет стоять у меня на камине и ждать своего часа. Такие замечательные коробочки в шкаф у меня не пойдут. Вы просто посмотрите, какая прелесть оказалась внутри. Такие замечательные баночки и бисер такой красивых цветов. Все-таки павлины, они и в жизни такие яркие, красивые. И во всех отшивах. Вот бирюзовые тона, голубые. Просто замечательно. Посмотрите, золото, зеленые оттенки. И вот эта вот интересная баночка. Сейчас я ее выковырю отсюда. Здесь намешаны, ой, разные-разные биконусы, камушки, пришивные элементы. Вы видите, сколько много? Здорово. Конечно, вот эта баночка самая ценная. Все обклеено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я так понимаю, здесь семь вариантов бусин. Ну, просто неземная красота. Баночки эти потом пригодятся и для фотографий. Хотя, знаете, я не очень умею фотографировать красиво. Некоторые девочки умудряются просто произведения, шедевры сделать. Но в любом случае, очень приятно, конечно, такую коробочку открывать. А в большой коробочке у нас много-много сверточков. Начнем вот этого салатовенького, который лежал сверху. Посмотрим, что в нем лежит. А в нем у нас еще две баночки бисера. Вот такой, не знаю, бронзовый, наверное, цвет. Матовый и белый прозрачный. И остался у нас такой бирюзовый сверток. В нем, я подозреваю, будут ниточки. Посмотрите, сколько богатства. Просто супер. Особенно мне нравятся металлики. Я еще не пробовала металлик от Rainbow Gallery. И очень много отзывов положительных слышала. И вот теперь у меня тоже будут такие карты. Я уверена, что у меня что-то останется. И я смогу использовать и в других дизайнах. Давайте сначала рассмотрим металлик. Если вы заметите, то цвета металлика используются, в принципе, такие же, как были цвета бисера. Вот такой вот болотного цвета с блеском. Медный. Наверное, как античное золото, светлое золото. Травянистый зеленый, салатовый с блеском. Ну и самое красивое. Разные оттенки голубого и бирюзового. Видите, вот в этих оттенках буквально тон отличается, в этих тон. Эти тоже очень похожи. Ну вот видите, отличается RV33, например. А здесь у нас SP. То есть, наверное... А здесь серебряные блестки, а здесь блестки в тон цвета. Если я правильно понимаю. Ну да, очень похоже на это. То есть, вот во всех, где написано SP, там блестки отличаются цветом. Очень красиво. Очень рада, что у меня теперь такое количество этих замечательных ниточек. Далее приехала три ниточки Karen Water Lilies. Тоже все в зеленых, таких бирюзовых, салатовых оттенках. Очень красивые цвета. Три ниточки, а нет, две ниточки, Dinky Dice. Переходов я здесь не вижу. Мягенькие, приятные на ощупь. Такой горчичный цвет и тоже зелененький, салатовый. Все остальное это ниточки Gloriana, из-за которых и была задержана посылка на 7 месяцев. Очень красивые оттенки, переходы. Очень мне напоминает на ощупь ниточки Karen. Немножко, наверное, больше здесь хлопка в составе. Кое-где переходы видны, кое-где нет. Вот этот оттенок, смотрите, какой красивый. Сине-зеленый. Вот этот без переходов, наверное, цвет. Здесь совсем-совсем еле заметные зелененькие переходы. Здесь такой розовато-коричневый цвет. И в зеленых оттенках тоже еле-еле заметные переходы. Здесь вот в этой ниточке чуть тон светлее. В этой ниточке такие зелено-коричневые оттенки. И такой более светлый зеленый. Ну вот, наверное, вот эта только ниточка без перехода. И вот эта синенькая. Все остальные переходики есть. Вот этот цвет тоже мне нравится. Фиолет, сиренево, вернее, салатово-голубые цвета. Ну что ж, посмотрели мою мандалу. Я надеюсь, вы порадовались вместе со мной, моим приобретением. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Буду надеяться, что скоро начну ее. И мы посмотрим вместе за продвижениями. Всем пока!